Всем привет, друзья! Перед тем, как мы начнем этот ролик, у меня к вам есть одна очень большая просьба. Во-первых, досмотрите этот ролик до конца, и после этого либо поставите лайк, на самом деле этого будет более чем достаточно, либо написать комментарий о том, нравится вам этот формат роликов или не нравится. В чем суть? На днях я установил ТикТок и увидел там вот такое видео. И все бы ничего, но дело в том, что я просто очень сильно люблю чипсы, наверное, по мне это очень сильно заметно. Это не то, чтобы хорошо, но черт возьми, они такие вкусные, особенно Принглс, это мои самые любимые чипсы, но есть одна проблема. У меня довольно большая рука, и когда чипсы уже начинают заканчиваться, их рукой доставать не очень удобно, и мне кажется, что этот лайфхак очень полезный, либо бесполезный. Сейчас мы это проверим, но сначала нужно купить эти самые чипсы. Что ты делаешь? Пытаюсь понять, в какой банке будет больше чипсов. Вот здесь прямо вот я трясу их, как будто бы меньше, мне кажется, вот прям не досыпали, а вот это полное. Слышишь? Да они просто поломались. Если бы не поломались, они бы весились все равно одинаково. Вот здесь по-любому больше. Пойдем взвесим их, тут весы есть в влочном отделе. Вон там. Да я тебе говорю, вот это прям пустая. Пошли, пошли взвесим. Ну что, смотри. Вот эта банка пустая. Нет, наоборот, вот. Вот эта, слышишь, прям как Маракасина играет. Написано, 165 грамм должно быть. Ставим. 218. Ну это типа с учетом банки, то есть 165 грамм чипсов, 218 вместе с банкой. Вот здесь прям по звуку чипсов намного больше. Смотри, ставим. 230 грамм. А? Я говорю, по звуку можно угадать. Вот именно с Принглсом это работает. Сколько весенчик. Итак, мы вернулись из магазина. Купили кучу чипсиков. Покажи, смотри. Вот. Всякие разные купили. И с паприкой купили, и с беконом, и с луком. Я на самом деле не знаю, зачем мы купили их так много. Нам, наверное, столько для лайфхака не пригодится. Но, самое интересное, это проверить мою теорию о том, что вот таким образом можно определить, в какой банке чипсов, вот именно по звуку, в какой чипсов больше. Мне кажется, что вот здесь звук более глухой, значит, что здесь чипсов меньше. Давайте посмотрим. Итак, у нас есть две одинаковые банки. Смотрите, здесь написано 165 грамм, и на второй тоже написано 165 грамм. Это значит то, что даже если чипсы внутри упаковки покрошились, то они все равно никуда не делись. И на звук это абсолютно никак влиять не должно. Но вот здесь прям чувствуется, что чипс намного меньше. Давайте открывать и смотреть. Итак, это первая банка. Вскрываем. И, воу, ну смотрите, там чуть ли не пол банки не хватает. Это как минимум всегда не прикольно, когда ты открываешь какую-то упаковку, а там практически половина это воздух. Ну, почему нельзя было сделать банку меньше, я не знаю, либо досыпать. Ну, как-то не круто. Давайте сразу же открываем вторую банку. Еще раз, да, то же самое, 165 грамм. То есть их там должно быть ровно столько же. Скрываем эту банку. И сразу видна разница. Смотрите, да? Вот здесь. Ну, штук может быть на 10 чипс. Вот если я столько уберу. Вот, вот теперь здесь ровно. То есть во вторую банку, вот в эту банку, не доложили, покажи, вот столько. Вот столько чипс не доложили в эту банку. Итак, вернемся к лайфхаку. Во-первых, чем мне нравятся эти чипсы, тем, что они находятся в банке. И каждые чипсинки одного размера, в отличие от обычных чипс, которые в пакете, да, там, если он, допустим, уронился, либо где-то его зажали, как бы все покромсалось. Ну, это не прикольно. Здесь все чипсы более-менее целые. Но доставать их оттуда на самом деле не совсем удобно. Но тут нам на помощь приходит лайфхак, который, как мне кажется, удобный. Руки пачкать не надо. Вот такую штучку просто поднял и все чипсы достал. Ну, вот сразу же первый момент. Получается, что сейчас банку я разрезать как лайфхак не могу, потому что у меня там внутри чипсы. То есть, чтобы сделать этот лайфхак, их нужно, получается, сначала высыпать, что ли. И если мы делаем это в тарелку, например, да, вот так, чтобы тут сделать прорезь, то какой тогда получается в этом лайфхаке смысл? Вот у меня чипсы уже как бы в тарелке, у них потом, что ли, обратно засыпать? Какая-то хрень. Короче, смысла я в этом абсолютно никакого не вижу, но мне просто интересно посмотреть, как это в итоге будет работать. Итак, мы делаем небольшую прорезь по всей высоте упаковки. В общем, у меня получилось как-то вот так. Не то, чтобы это на самом деле было ровно, но я не думаю, что это важно. На принцип действия нашего устройства это абсолютно никак не влияет. Собственно говоря, насчет подъемного устройства. Нам предлагают его сделать из крышки, которая идет в комплекте. Крышка вот такая от бутылки и палочка. Ну, я думаю, что вот такие обычные палочки для суши подойдут. Первым делом надо немножко усовершенствовать нашу крышку, а именно обрезать эти борта, чтобы она заходила внутрь банки. В итоге у меня получилось что-то типа такого. Ровно получилось или нет, судить вам. Для меня главное, чтобы он... Вот, отлично, все, внутрь проходит. И дальше нам нужен клей, который, кстати, тоже есть далеко не у всех дома. Короче, лайфхак какой-то очень замороченный, но раз вы уже начали его делать, надо довести его до конца. Прямо как в лайфхаке, наливаем клей сначала вот так в крышку. Вставляем сюда нашу палочку. Ждем пару минут, пока он застынет. Вот интересно, о чем думал тот человек, который придумал этот лайфхак, глядя на тарелку с чипсами? Потому что предварительно он их высыпал, как и мы. Я просто сейчас вот, чем дольше мы его делаем, тем больше понимаю, насколько он бесполезный. Итак, наша палочка приклеилась, дальше мы наносим клей вот сюда, чтобы она приклеилась у нас с другой стороны. У нас получается что-то типа вот такого подъемного механизма. Собственно говоря, осталось это все дело совместить вот таким образом. И у нас получается вот такой подъемный механизм для чипсов. Но проблема теперь в том, чтобы эти чипсы обратно в эту пачку засунуть. Я думаю, это не совсем удобно, но можно что-то попробовать. Допустим, это будет универсальная банка. И каждый раз, когда мы покупаем новую упаковку Принглс, мы вот так ее открываем. И можно, допустим, сделать так, потом перевернуть. Итак, попытка номер два. Ставим банки друг к другу, переворачиваем. Вот, теперь все у нас пересыпалось. И выглядит это как-то вот так. Допустим, часть чипсов мы съели. И все, дальше смотрите, рука уже не пролазит. Но у нас же есть лайфхак. Мы вот так... Это все не работает. Я пытаюсь поднять за вот эту ручку, но... А, вот, смотрите. Просто часть чипсов застряла. Вот, они выезжают. Выглядел этот лайфхак поначалу неплохо. Мне, как человеку с большими руками, особенно была бы полезна такая штука. Но вот такое количество чипсов он даже поднять не может. Может, если их будет меньше. Вот, то есть, прям, когда уже совсем на дне остается. Давайте попробуем. То есть, вот, когда уже буквально там остается 2-3 чипсинки, мы, соответственно, вот таким образом. Черт! Я серьезно. Видит бог, я хотел дать этому лайфхаку шанс. Мне действительно вначале он показался нормальный. Но с самого начала все пошло не так. Как минимум, для того, чтобы его сделать, надо сначала чипсы куда-то пересыпать. И раз уж они уже пересыпаны, зачем нам их обратно засыпать в эту упаковку? И даже после того, как мы их туда засыпали, эта штука, она не работает. Этот лайфхак абсолютно бесполезный. Но на сегодня это не единственный лайфхак, в котором нам пригодится, кстати говоря, пустая банка от Принглс. Ты не шаришь. Есть более полезный лайфхак. Допустим, ты сидишь дома перед телеком, ешь Принглс и пьешь газировку. Потом такой съел половину и думаешь, это же так неудобно. У меня две руки постоянно заняты, я не могу переключить канал. Ты берешь, закрываешь Принглс, берешь канцелярский нож. У всех есть канцелярский нож. Не нужен пистолет с клеем. Ты просто берешь этим канцелярским ножом и надрезаешь нижнюю часть. Не до конца. А? Ну так там оставляешь небольшую перемычечку. Хоп! И твои Принглсы уже у тебя перед глазами. Бас! Газировочка, все, готово. Сел, переключаешь канальчик, пьешь газировочку, заедаешь. Удобно, комфортно, две секунды. В жопу ТикТок. А что, слушайте? На самом деле, вот эта штуковина из Принглса действительно выглядит круто и удобно. У нас тут как бы и чипсы, и газировку можно пить. За вот такой лайфхак однозначно лайк. Но все-таки я хочу вернуться к первому лайфхаку. Если вас, как и меня, бесит то, что когда чипс остается не так уж и много на дне, рука у меня туда не пролазит, а под рукой у нас нет никакой тарелки, есть один способ, и прям весь интернет завален этим самым лайфхаком. Собственно говоря, ничего сложного. Надо сложить листок пополам. И дальше вот таким полукругом поместить его в банку. Честно говоря, я этим никогда не промышлял. Но все говорят, что это безумно удобно, и чипсы, как по волшебству, будут, соответственно, выкатываться. И в принципе, да. Смотрите, можно даже, наверное, вот так достать. Получается такой как бы своеобразный лоток из бумаги. И вот так удобно можно брать чипсы, не пачкая руку. Вот это прикольно. Вот это, пожалуй, самый простой и самый годный лайфхак, как достать чипсы из Принглс, не используя тарелку, никуда их не пересыпая и не марая руки. Вот за это однозначно лайк. На самом деле, это выглядит интересно. Довольно прикольная подача для арбуза с одним исключением. Сейчас февраль. Довольно холодно. Но, как говорится, готовь сани летом и проверяй лайфхаки с арбузом. Зимой, как минимум, когда уже начнется сезон арбузов, вы уже будете знать, работает лайфхак или не работает. И тогда сможете удивить друзей. Ну или просто, если себе там арбузика нарезать красивенько, сирогушку. Почему бы и нет? Пойдемте сходим в магазин, посмотрим, продаются сейчас арбузы или не продаются. Даже, честно, не знаю. Для этого летнего лайфхака нам потребуются арбузы. И, казалось бы, где найти арбузы в феврале? Но, вот, они продаются, смотрите. Правда, стоят 159 рублей за килограмм. Давайте посмотрим, сколько стоит нынче арбуз в феврале. 3 килограмма 300 грамм. И, вуаля, 530 рублей. По-моему, красная икра стоит дешевле. Ну, что я вам могу сказать, друзья? Нам повезло, мы купили арбуз за 530 рублей. Никогда бы, честно говоря, не подумал в таком контексте, что я буду радоваться арбузу за 500 рублей. Но если подумать, что сейчас как бы февраль, если он будет вкусный, окей, сойдет. Но, если мы купили за 500 рублей невкусный арбуз, это будет самая бесполезная трата денег. Так, для начала нам нужно вот здесь срезать. О, какой-то он зеленоватый, по-моему, да? Зато, слушайте, пахнет прям как у бабушки в деревне. Теперь возникает другой вопрос. А нам нужно ли с другой стороны так же обрезать, как здесь? Потому что в лайфхаке этого было непонятно. Но мне кажется, что логично, наверное, снизу будет тоже обрезать. То есть, чтобы у нас банка, она прям как бы насквозь арбуз прошла. Я, короче, отрежу. Окей, ставим вот так арбуз. И дальше в ход идет обычная пустая банка от Pringles. Начинаем вот так ей вырезать. Что-то он как-то не очень хочет резаться банкой от Pringles. Может, мы что-то делаем не так? Сейчас я еще раз посмотрю лайфхак. Ааа, все, я понял. Там сверху в банке была проделана дырка. Вот так мы делаем прям отверстие, как в банке со сгущенкой. Пробуем второй раз. Во, слушайте, вот сейчас пошло. Из этой дырки еще, знаете, прям усиленный такой аромат арбуза выталкивается. Здесь сейчас пахнет очень круто. Вообще не февральская атмосфера. Ну и все, вроде я дошел до конца. Все, да, арбуз, собственно, наверное, можно вот так его и снять. Выглядит, скажем так, довольно крипово. Похоже, как будто бы его чем-то прострелили. Такой костюм на Хэллоуин. Похоже, что у меня дырка в животе, нет? В общем-то говоря, да, все работает. Делается очень просто. Можно удивлять так друзей и знакомых. Осталось только дождаться сезона арбузов. Ладно, на самом деле, я думаю, что на сегодня уже хватит лайфхаков с Принглсами. Тем более, что смотрите, сколько у нас их скопилось. Что с ними теперь делать, непонятно. Хоть, блин, строй из них башню. Кстати говоря, вот такой видос я заметил в ТикТоке. Как говорится, раз уж у нас есть куча чипс Принглс, то почему бы не попробовать собрать вот такую конструкцию в виде кольца? Мне кажется, должно быть прикольно. Я, правда, не совсем верю, что у нас получится, но мы попробуем. Я думаю, что чипс нам точно хватит. Времени на это, скорее всего, потребуется много, но у нас есть еще вот такой лайфхак. Тут внутри энергетик, так что мы не заснем. Сейчас сделаю глоток. Так, надо собрать первый уровень. Я так понимаю, что это все делается очень просто. Вот так, все. Смотрите, основание готово. Дальше главное это терпение, потому что процесс это вряд ли простой. Поначалу оно, конечно, все классно. Смотрите, вот оно все укладывается. Вот так вот мы делаем их дальше. И вот, уже казалось бы, что половина круга готова. Но мне кажется, что сейчас эта вся штука начнет рушиться прямо как чертов карточный домик. Так, теперь мы следующую кладем и вот так ее сразу сюда поджимаем. Этот процесс реально похож на сборку карточного домика. Здесь вот буквально стоит чуть-чуть где-то ошибиться, и у нас в итоге вся конструкция рушится. Так, а я вот уже не знаю, как дальше. То есть, если я ставлю вот сюда чипсину, она у меня скатывается. Во, смотрите, вот эта чипсина прямо уже вверх задрана. Сделать симметрично. Ну что ж, половина круга готова. И вначале все было просто. Я укладывал чипсы сверху. А что делать дальше? Честно говоря, вообще не представляю. Ну, буду просто пробовать. Смотреть, что из этого получится. Блин, тут осталось-то, смотрите, вот как бы всего ничего. Буквально вот одна и вторая чипсина. И у меня, смотрите, практически все готово. Реально две чипсины осталось. Эх, видели бы меня мои учителя из старшей школы, чем я сейчас занимаюсь спустя шесть. Нет, восемь. Восемь лет спустя после выпуска собираю кольцо из чертовых чипсов. Вот чем. Мне кажется, что если у меня получится в итоге собрать эту штуковину, то в конце я познаю дзен. Это реально очень кропотливо. Это намного, намного сложнее, чем собирать карточный домик. Карточный домик бы я на самом деле сейчас собрал просто на раз-два. Что там, так хоп-хоп-хоп, все, домик готов. Здесь прям очень кропотливая работа. Смотрите, уже на три четверти где-то готово. Тут реально осталось только чуть-чуть замкнуть. Ну давайте, друзья, мне нужна ваша поддержка в виде ваших лайков и комментариев. Друзья, если вы мне верите, если вы верите, что у меня получится это собрать, то обязательно покажите это вашей активностью. По-любому есть какие-то еще фигуры, которые люди собирают из Принклсов. Вот кроме этого кольца. Кольцо, я думаю, это самое простое, это первый уровень. Но как только ты его собираешь, ты просто дальше можешь, уже не можешь остановиться. Ты собираешь там разные фигуры. Эфелеву башню какой-то там, мост бруклинский, статуи свободы. Все это из Принклса. Представьте, да, насколько люди сумасшедшие. Ну если они действительно это делают, я не знаю. Но вот мне кажется, что человек, который сумел собрать эту фигуру из Принклс, он уже больше никогда не будет нормальным. Я понял, что самое главное здесь это вовремя укреплять основание. У меня уже сюда рука особо не проходит, но делается это типа как-то вот так. Все, и теперь смотрите, практически закончено. Я вставляю одну чипсину вот сюда. Осталось реально одна последняя чипсина. Так, ладно, мы сейчас все восстановим. Мы сейчас все восстановим. Ее надо вот здесь поджать. И она замыкает всю эту конструкцию. Может быть, это выглядит не так красиво, как в лайфхаке. Или я не знаю, друзья, судить вам. Вот эту штуку я собрал за, ну по ощущениям, минут за 15. Реально, от силы 15 минут у меня на все это ушло. И я вам вот что скажу. Я реально познал дзен. Единственное, покажи вот мои руки. Вот крупно, чтобы было видно, сколько на них специй и сколько там соли. Я не знаю, что добавляет в Принглс. Но вот у меня прям руки все полностью в них. Это же ведь кто-то придумал. То есть кто-то додумался до того, чтобы попробовать из Принглсов собрать вот такую фигуру. Или я бы даже так сказал, насколько скучная была та вечеринка, где был тот самый человек, который вместо того, чтобы наслаждаться чипсами, решил поиграть ими в конструктор. Вот что интересно. В общем, какой-то такой у нас сегодня получился выпуск, посвященный именно прикольным идеям Спринглса. Я думаю, что вы взяли себе парочку идей на заметку. Я-то уж так точно. Вот такую штуку я себе даже представить не мог. Плюс, не забываем про арбузы, да, на лето. Плюс лайфхак с бумажкой, чтобы не копошиться рукой на самом дне этой чертовой банки. Если вам понравился этот ролик, друзья, то, как всегда, от вас я жду лайк, приятный комментарий, а также подписку на канал, чтобы не пропускать новые интересные выпуски, в том числе и с подобными лайфхаками. В комментариях можете предлагать какие-то ваши идеи. Я буду смотреть, будем выбирать с вами какую-то общую тему. И вот такие прикольные разные идеи проверять, работают они или нет. Смотреть, что из этого получается. В общем, какая-то вот такая у меня мысль. Вот такой какой-то новый формат. Я надеюсь, что вам все, друзья, понравилось. Я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся в следующем ролике.